В службе пропаганды безопасности дорожного движения исполнилось 85 лет. С профессиональным праздником госавтоинспекторов поздравили в Малаховке. В гости к ним пришли сотрудники Люберецкой администрации и коллеги. Насколько важно соблюдать правила дорожного движения, нам рассказывают с детства. Люберецкие госавтоинспекторы объясняют это даже самым маленьким участникам дорожного движения, как необходимо вести себя на дороге. Я считаю, что если мы своей работой помогли спасти жизни хоть одного ребенка или даже взрослого, то в принципе мы делаем свою работу не зря и будем стараться и дальше так же делать хорошо свою работу. Госавтоинспекция создана 3 июля 1936 года. А выслужба пропаганды ПТТ старше. Ее день рождения 25 мая 1932. История подразделения складывалась и развивалась долго. Огромная вам благодарность. Ваша работа, которая в отчетах, это цифры в сводках, которые дает дежурный. И цифры они, скажем, годом. Например, детского травматизма все ниже и ниже. Также не допущено погибших детей в этом году. На церемонии награждения лучших госавтоинспекторов присутствовали представители администрации городского округа Люберца, Котельников, Держинского. Самое искреннее поздравление от имени главы городского округа Люберца Владимира Петровича Ружицкого. Поздравляю вас с 85-летием. Со дня образования службы примите самое искреннее поздравление и пожелание, а также благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд. По словам госавтоинспекторов, провоканты безопасности дорожного движения способны предотвратить страшные трагедии с участием детей и взрослых. Предупрежден, значит, вооружен. Без этого стержня, который у нас называется пропагандой, которые начинают с я сильного точного возраста заниматься детьми, прививать им эту дисциплину к транспорту, прививать им безопасность дорожного движения, но по-другому я не скажу. Именно это стержень нашего государства. Госавтоинспекторы надеются, что в будущем аварий на дорогах станет меньше. Для этого Страша правопорядка приложит максимум усилий. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.